всем здравствуйте меня зовут анастасия и вы на канале мирскую спиальцы новая неделя давайте посмотрим что же я вышивала по традиции дубовая роща от джойсандой туманный вечер на веранде 2 от химеры немножко повышивала новослободу снег в городе и немножко повышивала джойсандой викторианский шар ну давайте посмотрим что это на этой неделе повышевала на дуговой роще вот this остался у меня вот вот этот участочек больше то есть осталось 2 листа дошить вот это вот все ну то есть на этой неделе я дошила вот вот это все больше глушек на этой диле я дошла а вот этот участок и от это то что осталось у меня на завершение. И новая неделя, понедельник, 2 августа, и у меня опять дубовая роща. И время уже 7 часов вечера, я еще не сделала ни одного крестика, вот только приступаю к работе, сделала в руки, вот этот вот, довышивать это место. С утра занялась тут генеральной уборкой, перка перемыла все окна, потом было много работы, повыкидывала все паласы, все эти пылесборники, теперь слава богу чистый пол, протер пыль и красота, как я не люблю эти всякие паласы, выкинула их чертовой бабушке. Будем жить без паласов, мне так больше нравится. Пока перемыла окна, перестирала шторы, короче сил уже никаких нет, еще и работы столько много было. Ну в общем, начинаю вышивать. Сейчас села, расслабиться хоть немножко, отдохнуть. Огород полила и приступаю вышивать. И утро среды, вот такие маленькие продвижения, все никак я не могу тут продвинуться. Немножко повышивала в понедельник, вчера практически я не бралась во вторник, мне так было плохо, что-то подскочила температура ни с того ни с сего. Я весь день пролежала, прям вообще, мне казалось, я пошевелиться не могу. А сегодня вот среда утром, я встала и вроде бы нормально себя чувствую, как ни в чем не бывало. Но много работы накопилось, пойду работать сейчас. И дай бог, если вечером хотя бы вот это вот вышиваю. Потому что, говорю, много работы сейчас, у меня на весь день там очередь стоит, ждет, когда я все доделаю. Ну вот так вот. Хочешь быстро доделать, помарафонить, да, как если только планы какие-то. Почему нельзя никаких планов строить? Почему я их не люблю строить? Что только ты что-то озвучишь, а я сама себя сглазить за милое дело. И все пошло наперекосяк. И так хотелось быстрее довышивать эту дубовую рощу. И тут так, то работы много, то что-то я себя плохо чувствовала. Вдруг ни с того ни с сего на ровном месте. И опять работа. Ну ладно, откладываю пока. Ну как откладываю? До вечера откладываю, да. Вечером еще повышиваю. Ну что, наконец, кое-как я домучила за три дня этот участочек. Вот этот вот. Тут я вышивала еле-еле кое-как вот это я вышила. В общем, осталось мне еще два листа. Вот здесь 17 и 18. Остался последний ровок. Хотела до конца августа закончить, но не знаю. То ли у меня кони начали работать, которых я вышивала на работу, то ли что. Прям такой завал, что не знаю, когда я там разгребусь. Столько работы навалилось. Ну это хорошо, работа всегда хорошо. Просто, что на вышивку остается катастрофически мало времени. Приходится пахать и пахать с утра и до вечера. Вот так. Но красота получается. Как я еще раз говорю, когда вышиваешь вот эту вот мешанину близко, так, поймаете палец свой. Вот здесь, когда вышиваешь вот это все близко, вообще не понимаешь, что ты там вышиваешь, что за мешанина. А когда вот так уже в целостную картину смотришь издалека, получается очень интересно и красиво. Прям вот этот, ну как будто вот песочек обвалился здесь, да. Такая как типа ямка, не ямка. Ну уровень земли немножко другой сменился здесь. Ну красота получается вообще. Очень сочно, ярко. Сейчас дневной свет. Не знаю, насколько хорошо передает камера. Утренний дневной свет. Солнце светит в окно. Ну сюда не падает, конечно, но... Короче, в общем, яркий дневной свет. И вот так она выглядит. Такая красота. Ну все, перепяливаю. Не знаю, как я ее буду вышивать дальше. Будет видно все. Сегодня уже четверг утро. И мне, по идее, с сегодняшнего дня уже нужно бы как начинать, к примеру. Но пока что я вообще ничего начинать не буду, потому что сейчас я пойду опять работать. Как говорили, работы много. Ну ладно, все. Как будет, так будет. Что тут гнать коней вперед паровоза. Как получится, так получится. До следующих включений. И у нас пошли дожди. Наконец-то. За два года, наверное, пошли первые дожди. Более-менее хорошие. Прям аж дышать легче стало. Ну уже, конечно, от этих дождей, я бы сказала, толку мало. Уже сгорело все, что только могло было сгореть. Но, тем не менее, мы всегда любому дождику рады. Наконец-то пошел дождь. И даже у нас стояли лужи. У нас такие почвы, один, можно сказать, песок. И вся вода уходит просто как в пропасть какую-то проваливается. И тут даже стоят иногда лужки у нас. Думаете, это тучи от того дождя? Нет, это дым. Опять лето 19-го года повторяется. Горит Сибирь. И все у нас в дыму. Солнца не видно. Вот так выглядит моя химера на этой неделе. С чего я буду эту неделю начинать? Это вот у меня недовышитый вот этот уголочек остался с прошлой недели. Сейчас я его позаполняю. И пойду вышивать вот здесь ниже. Не знаю, там полотенчик захватится еще или нет. Будем смотреть, как будет получаться. И вот эти елочки будем дошивать. Буду дошивать. И пойду вниз. Вышивается здесь скучно. Конечно, ничего интересного нет такого. Тут все елки. Все однообразно. Ну, вот так я немножко навышивала. В общем, четверг я пропустила. Не смогла вышивать. И пятница, суббота. Ну, сегодня суббота еще продолжается. Еще, я думаю, вот этот завышиваю. В общем, что я вышила? Вот этот участочек 600 крестиков. Здесь 600 и здесь 600. Вот мы видим, как здесь закончилось-то полотенчика. И пошла перила дальше. Пошли вот эти перила. Ну, вот так это получается. Вот так это выглядит. Ну, я уже начала здесь накидывать крестики. Сейчас я отвлекусь немножко. И потом ближе к вечеру продолжу. Вот так получается. Вот так это выглядит. Ну, все. Тут особо рассказать нечего. Так получается. И вот я вам давайте покажу. Довышивала я вот здесь три участка вот этих по 600 крестиков. Раз, два, три. Ой, я уже забыла, с чего начинала. Вот здесь был один, по-моему, да? Здесь я ничего не дошивала. Вот я уже не помню. Нет, здесь был один, по-моему, не дошитый. Два. И... Короче, сколько я вышила? В общем, точно я прошла вот этот ряд. Вот так вот. Вот это я сейчас прошла. И вот здесь еще я прошла. Вот это вышито. Так. Сейчас немножко мне светит. И вот так это выглядит. Ну, сейчас под лампой снимаю, потому что вечер уже поздно. Вот так решила показать. На завтра собираемся на воскресенье опять ехать в город. Поэтому не знаю, что там у меня будет вышиваться. По идее, у меня на воскресенье выпало в игре 52 карты от Нафани Ким. У меня выпал ведьмин домик. Мне надо там восьмерка выпало в 800. Вышить крестиков. Но так как я решила умножать на 2, что-то так подумала, что я, наверное, погорячилась. Сейчас работы очень много. Может быть, зимой я и буду на 2, наверное, умножать. Но сейчас, наверное, нет. Мне хоть бы эту норму укладываться. Ну, вот, не знаю, взять с собой на воскресенье. На воскресенье-понедельник будем в Барнауле. Взять дубовую рощу с собой. Или этот же ведьмин домик взять и там его повышевать. Не знаю даже, что лучше сделать. Я так думаю, наверное, я возьму дубовую рощу. Будет время, я ее лучше повышеваю. А эти 800 крестиков, если что, я за неделю их растяну. Ну, не знаю, будет видно. В общем, сейчас не могу загадывать, что это у меня тут за нитка. Не знаю, как будет получаться. Будет видно. Ну, вот так пока что выглядит химера моя. Ну, все. Не знаю, сейчас я уже перевела вот сюда. Выделенную область вот так, 600 крестиков, как я их вышиваю. Ну, не знаю, пока лупаю еще здесь. Пока еще спать не легли. Еще время есть немножко. Поковыряю здесь. Ну, будем дальше вышивать. Ну, что тут на химере? Давайте покажу, где я вышивала. Я прошла вот так, наверное, вот этот участок. Вот здесь. Чуть-чуть захватила этой балки. И вот так вот прошла. Дальше я, когда буду спускаться на следующей неделе, уже пойду вот это вышивать. Но пока что я на вышивала вот здесь. По Новослободе же у меня вышито вот этот участок. Все еще я его домочиваю. Все еще его вышиваю. Где-то вот здесь я нахожусь. Ну, и тут для того, чтобы вам было понятно, что я навышивала вообще по Новослободе. Снег в городе. Когда выпала карта от Нафани Ким, от Насти, чтобы вышить 600 крестиков. Ну, я что-то так маханула на 1200. Решила умножать на 2. И вот всего лишь сколько я смогла повышивать за прошлую неделю. Вернее, за воскресенье. Ну, 1200 я тут даже 600 не осилила. Не то, что 1200. И решила довышивать это все в течение недели. И вот на этой неделе я добила эти 1200 крестиков. Давайте сейчас посмотрим, что из этого получилось. И вот так на Новослободе выглядят мои прибавившиеся 1200 крестиков. Ну, примерно, я думаю, что 1200 я тут добавила. Вот прорисовался дом, начал козырек тут, ну, вот этот верхний этаж, тут нижний этаж козырек начал проявляться. Вот так это все получается. Ну, что, раз была в городе, значит, надо вставить пару кадров из города. Вот, пожалуйста, речной трамвайчик, который, наверное, еще видел Колчака, наверное. Древний-предревний еле-еле едет. Вот так чуть-чуть реки. И чуть-чуть города. Для меня, как для жителя, выросшего в полях и в степях, конечно, такое количество людей, это очень тяжело. Когда все вокруг, вот это, дома, 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 я просто остро чувствую прям эту энергетику людей. Они на меня давят. Ну, так, конечно, красиво, да, я приехала, посмотрела, красота вокруг, все застроено, все это новостройки. Здорово. И запомните этот момент, Джек Воробей. К нему мы еще вернемся в следующих сериях. Это мой любимый киногерой. Ну, и в игре 52 карты от Насти, канал Нафаня Ким. Выпала у меня восьмерка. И я, как героиня, решила умножать все на два. И чтобы мне вышить 1600 крестиков на викторианском шарме, нужно вот этот участок вот такой большой вышить. Вот это все добить вот здесь 150 примерно крестиков. И вот здесь еще 1500, если вот так брать. Ну, буду вышивать. Не знаю, что у меня получится, навышиваю или нет. Все-таки зря я, наверное, умножаю на два. Ну, как будет, получается. Я вышивала по этому викторианскому шарму. Ну, конечно, 1600 крестиков я здесь не вымочила. Мы уезжали в город. И я немножко было времени повышивала. Потом, когда приехали, я еще повышивала. В общем, чтобы стало у меня 1600 крестиков, надо мне вот здесь еще вот эти 500 добавить. То есть я вышила 1100. И больше пока не вышивала. Ну, может быть, я еще добью вот эти 500 крестиков за неделю. Посмотрю, не знаю. Ну, пока что покажу то, что вышила. То уже и покажу. Хочу сказать, что начала вышивать я вот это вот синее с дополнительных планшеток. И уже одна ячейка у меня стала пустой. Вроде бы я тут вышила. Это всего-то ничего, что тут вот такой участочек. Но уже у меня вот это кончилось. Дополнительная ячейка. И уже отсюда я достаточно много подергала. Эти еще пока не начинала. А вот эти вот вышиваю. Так что синие нитки уходят быстро. Вроде бы не так много вышивала. А уже прям израсходовались. Ну, так получается. Здесь есть такие места. Вот здесь вот, например, в схеме две клеточки. Я так понимаю, что они просто не вышиваются. Идут пропуски. Ну, как-то странно. Ну, ладно, пропуски так пропуски как бы не особо. Я думаю, там кто-то будет к этому придираться ко всему. Ну, вот так получается пока. Ну, я думаю, что довышиваю эти 500 крестиков как-нибудь. Даже если по 100 брать в день. За 5 дней же можно вышить, да? Ну, вот так. Такие у меня продвижения. Ну, и завершить свое видео я хочу началом следующей недели. Это я уже начала снимать следующую неделю. Начала заканчивать свою дубовую рощу. И, ну, чем-то ж мне надо завершить эту серию. И на этом я решила эту серию завершить. Пожелать вам всем всего хорошего и доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. И также вас ждет впереди много нового, интересного и захватывающего. Всем пока-пока!